Понятие натуральности и натуральности в нашей стране очень сильно размыты в косметике И натуральным может называться вообще все что угодно Даже косметика, в которой нет ни одного натурального ингредиента И я советую, на самом деле, даже если у вас есть такая возможность С утра не умываться никаким средством, просто умываться теплой водой Мне кажется, что масла вообще очень сильно переоценены Зимой пользоваться солнечным кремом нужно, если вы беспокоитесь за предвременное старение кожи Стоит 300 рублей и очень мне нравится Меня зовут Адель, у меня есть блог, который называется Don't Touch My Face И сегодня я отвечаю на вопрос Яндекс.Знатоков Приносят ли тканевые маски пользу коже лица? Тканевая маска — это такая тряпка, пропитанная неким раствором увлажняющим То есть тканевую маску можно воспринимать как компресс увлажняющий Если вы просто намазываете крем или сыворотку, то через какое-то время вода из нее испаряется И увлажнение остается, но не такое сильное Компресс дает более сильное увлажнение И в некоторых ситуациях пользоваться тканевыми масками правда полезно Потому что они лучше увлажняются Потому что под компрессом, под повязкой просто все намного лучше увлажняется Ими очень полезно пользоваться зимой, когда кожа очень сильно обезвоживается Но в общем и целом это примерно то же самое, что увлажняющая сыворотка или увлажняющий лосьон Просто с немного более сильным эффектом увлажнения Как подготовить кожу к холодам? Зимой и летом уход обычно немного отличается, не очень сильно Из-за того, что зимой, понятное дело, более холодно, сильнее ветер, агрессивнее погода и суши воздух в помещениях Если говорить про лицо, то имеет смысл на зиму завести супер мягкое средство для умывания Чтобы оно ни в коем случае не отмывало кожу до скрипа, чтобы оно не смывало всего лишнего И я советую на самом деле даже, если у вас есть такая возможность, с утра не умываться никаким средством Просто умываться теплой водой Потому что это сохранит жиры полезные, которые есть в вашей коже Которые защищают от всего этого ужасного, что нам приносит зима Очень полезно, всякие мягкие гели для умывания, обычно таких прямо написано Мягкий, нежный, деликатный, для чувствительной кожи Даже если у вас не чувствительная кожа, имеет смысл такой гель завести Просто потому, что он будет действовать намного мягче, чем любой другой И зимой это особенно полезно У меня есть два совета Один, это завести более-менее плотный крем, который прям как замазка практически Он не будет быстро впитываться, он будет такой очень плотный Он будет создавать такую приятную защитную пленку на лице, которая будет от ветра защищать И в принципе сглаживать вот эти всякие неприятные штуки, которые появляются от плохой погоды, ветра и сухого воздуха И еще очень полезно, если кожа сухая, она у всех сухая зимой Если она обезвоженная, если она теряет очень много воды, если она шелушится, имеет смысл наслаивать увлажнение То есть сначала нанести какое-то очень легкое средство Обычно это формат сыворотка или лосьон Такое прям все очень жиденькое, прозрачненькое, быстро впитывается и такой освежающий эффект придает И сверху нанести опять же увлажняющий крем Это может быть ваш плотный крем, который я только что показывала Либо это может быть просто ваш любой любимый увлажняющий крем, абсолютно не важно какой Вы прям насыщаете кожу водой в несколько этапов И эта вода сохраняется в коже намного дольше, чем если бы вы пользовались только одним средством Что касается тела, у меня радикальный совет Как можно реже пользоваться гелем для душа и мылом Потому что и мыло, и гели для душа высушивают кожу Конечно же, если у вас есть время, и если вам не противно пользоваться косметикой на теле Имеет смысл пользоваться лосьонами для тела Лосьонами для тела, кремами для тела Они совершенно не обязательно должны быть какими-то очень жирными, очень масляными Главное, чтобы они просто были Есть всякие недорогие, аптечные Вот это стоит 300 рублей и очень мне нравится И это просто очень легкое молочко, очень легкий лосьон Он быстро впитывается, не доставляет ничего неприятного Но при этом, если пользоваться им каждый день или хотя бы через день То сухостью не будет и вам будет жить намного комфортнее То есть ничего жирного и дорогого не нужно Можно купить что-нибудь недорогое, очень легкое И просто пользоваться регулярно Бывают хорошие ингредиенты косметики и плохие ингредиенты косметики Сейчас такая история с косметикой, что ни один производитель не станет класть в косметику вредные ингредиенты Эта индустрия довольно неплохо регулируется И производителю просто невыгодно класть что-то вредное То, какое количество тех или иных ингредиентов можно добавлять в косметику, очень хорошо регулируется И в Европе, и в Америке, и я бы сказала, что даже в России это очень хорошо регулируется Поэтому абсолютно вся косметика, если она сертифицирована На пользовательском уровне, если она продается в более-менее большом известном магазине Она абсолютно вся безопасна Другое дело, что она может вызвать у вас конкретно раздражение и аллергия Но дело уже не совсем в косметике, дело в вашей личной реакции на эту косметику Еще один распространенный миф, это миф про натуральность, конечно же Что натуральная косметика лучше, эффективнее, безопаснее Это совсем не так И, как я уже говорила, безопасность, эффективность, агрессивность косметики Определяется не ее происхождением, а тем, какие ингредиенты, в какой концентрации добавлены в эту конкретную косметику Бывают натуральные пилинги, которые раздражают кожу Бывают полностью синтетические кремы, которые, наоборот, успокаивают кожу и решают проблемы Я бы сказала, что натуральная косметика сама по себе неплохая В ней нет ничего плохого, просто не стоит воспринимать ее как что-то лучшее, чем ненатуральное Ну и к тому же понятия натуральности и натуральности в нашей стране очень сильно размыты в косметике И натуральным может называться вообще все, что угодно Даже косметика, в которой нет ни одного натурального ингредиента Еще в тот период, когда корейская косметика появилась в огромном количестве в России, стало принято думать, что чем больше косметики, тем лучше. То есть чем больше кремов вы на себя мажете, тем лучше. Это совсем не так. Чем больше кремов вы на себя мажете, тем сильнее вы повышаете риск раздражения и аллергии от косметики, которую вы на себе используете. Потому что в каждом креме от 20 до 50 ингредиентов вы используете 10 кремов, в которых 20-50 ингредиентов, и, конечно же, это очень сильно увеличивает риск раздражений и неприятных реакций. Нужно использовать минимум косметики, которая отвечает вашему запросу, а и больше косметики не равно лучше кожи. Скорее всего, даже наоборот. Можно ли использовать обычное подсолнечное масло в качестве масла для тела? Короткий ответ – да, можно. Длинный ответ будет очень длинным. Увлажняющие ингредиенты делятся на два типа. На самом деле на три, но в нашем случае достаточно двух. Это ингредиенты, которые добавляют в кожу воду, ингредиенты, которые добавляют в кожу жир. И то, и другое нужно. Нет тех, которые лучше, и тех, которые хуже. Нужно, чтобы были те и другие. Мне кажется, что масла вообще очень сильно переоценены. Такие мономасла, то есть не те, которые в составе кремов, а просто сами по себе масла, они довольно сильно переоценены. Потому что они не добавляют в кожу воду, но при этом создают такую иллюзию увлажненности и наполненности. Пользоваться ими определенно можно, но не стоит пользоваться ими постоянно. Есть несколько исследований о том, что у людей, которые пользуются маслами, кожа становится более раздраженной и более сухой. Потому что масла вмешиваются в те масла, которые уже есть в вашей коже, и нарушают их состав. А состав ваших собственных масел довольно важен, и он не просто так существует. В целом масла это не самые приятные для использования вещь, потому что они довольно плохо впитываются, они сильно блестят, они пачкают одежду. И если у вас нет возможности купить крем для тела, нет возможности пользоваться какими-то штуками, которые требуют дополнительных затрат, то, конечно же, можно пользоваться подсолнечным маслом, просто не стоит пользоваться им каждый день. Но еще подсолнечное масло, независимо от того, насколько хорошо оно рифинировано, оно будет немного пахнуть, и это не очень приятно. Поэтому, да, если у вас очень сухая кожа, можно им пользоваться. В подсолнечном масле содержатся жирные кислоты, которые очень полезны для кожи, и опять же триглицериды, которые нужны коже. Можно использовать подсолнечное масло даже на лице, если оно не вызывает у вас воспалений. Но если у вас есть возможность пользоваться каким-нибудь кремом для тела, даже не очень дорогим, то лучше пользоваться все-таки кремом для тела, а не маслом. Какая маска для лица экстренно вернет к жизни после лютой тусовки? Что можно сделать утром? У меня есть дорогой вариант, который мне очень нравится. Это такая штука, называется New Face. Он стоит дорого, но он очень классно убирает отеки. И вот эти штучки у него металлические, холодные, и они не нагреваются, когда вы делаете массаж. Нужно просто там 15 минут водить по коже поверх холодного геля, и очень здорово убираются отеки. И, в принципе, такой румянец проливает к щекам. И вообще оно мне очень нравится. Ей, в принципе, нужно пользоваться на постоянной основе каждый день. Но я не могу пользоваться, потому что я забываю или не успеваю. И поэтому это для меня средство для того, чтобы прийти в себя на утро после вечеринки. Более дешевый вариант — это маски всякие для сияния. Сияние можно достичь двумя способами. Либо всякими кислотами. Кислоты — это вещества в косметике, которые удаляют излишки ометревших клеток, которые придают такой тусклый вид лицу. И кожа больше, сильнее начинает сиять, и выглядит более здоровой, живой. У меня, к сожалению, нет примеров недорогих. У меня только другой был дорогой пример. Это пилинг, называется Estee Lauder. Там всякие молочные, гликолевые, салициловые кислоты. Но таких средств, на самом деле, очень много на рынке. Среди недорогих брендов они тоже есть в огромном количестве. Просто она называется либо маска с кислотами. Обычно на банке написано AHA или BHA, или фруктовые кислоты. Или что-нибудь в этом духе. Либо это просто называется пилинг или отшелушивающая маска. В общем, такими масками очень полезно по утрам пользоваться. Вторая категория масок — это маски с витамином С. Витамин С — это суперполезный ингредиент как в пище, так и в косметике. У меня, опять же, маска, которая не продается в России, но у нее есть аналоги. Тут большое количество витамина С. Любая маска с витамином С вам, в общем и целом, поможет. Потому что она придает такое сияние, сразу делает лицо свежим, немножечко выравнивает тон, немножко выравнивает текстуру. И, мне кажется, это очень классная штука. В принципе, если у вас есть время на то, чтобы привести себя в порядок с утра, есть такая домашняя короткая спа от Адель. Это нужно использовать три маски. Первая — это маска какая-то с кислотами отшелушивающая, вторая — гвиняная маска и третья — любая увлажняющая. Это может быть даже тканевая маска. Вы прямо используете их друг за другом и сразу заметите. И еще это очень полезно делать перед какими-нибудь мероприятиями, если нужно, чтобы прям кожа очень классно выметила, и макияж на них здорово лежал. Какие косметические средства многие недооценивают, а они могут помочь при проблемной коже? Мне кажется, что огромное количество средств с проблемной кожей люди сильно переоценивают, но при этом сильно недооценивают системность. В борьбе с любым заболеванием, неважно кожа или не кожа, важна системность, понятное дело. Пользоваться какими-то конкретными ингредиентами в конкретное время, в конкретном порядке. Если говорить просто про какую-то категорию средств, которые в России очень недооценивают, — это средства с ретиноидами, с витамином А. Его форма называется ретинол, ретинамидегид, ретиноин. Но ретиноин запрещен в России. Мне кажется, его в России очень сильно недооценивают, потому что еще 10 лет назад это был очень страшный ингредиент. Его плохо формулировали, он очень сильно раздражал кожу, и вообще его можно было доставить только через врача или через косметолога. И в принципе про него мало кто знал, хотя большинство медицинских организаций считают, что при легкой форме акта, то есть когда нет кистосных воспалений, очень сильных прыщей, очень таких прям дойников неприятных, ретиноиды это прямо одно из главных средств, которыми стоит пользоваться. Сейчас делают сыворотки с ретинолом в низкой концентрации, с очень мягкими формами, которые не вызывают раздражения, и мне кажется, что людям стоит побольше про них узнать и чаще ими пользоваться, потому что они прям очень здорово помогают. Остальные средства для проблемной кожи, которую советуют медицинские организации, это дзелпероксид, базирон, но его лучше самостоятельно себе не назначать, это всякие поверхностные антибиотики и салициловая кислота. Салициловая кислота встречается очень часто сейчас, потому что ее тоже научились хорошо формулировать, она даже в недорогих средствах встречается. Если говорить про какие-то отдельные прыщи, типа как у меня сегодня, мне нравятся две штуки. Одна из них еще плюс-минус известная, это световая терапия, это голубой свет, голубой свет убивает бактерии, которые вызывают прыщи, если у вас уже есть какое-то воспаление, это из-за того, что там бактерии активно размножаются, и организм на это отвечает гноем. Еще из прям совсем аптечных-аптечных средств, про которые почему-то никто не рассказывает, есть такой пластырь, называется OmniFix. От обычных пластырей он отличается тем, что он дышащий. То есть вы можете отрезать там себе малюсенький кусочек, наклеить на прыщ и сверху закапать какое-нибудь средство антибактериальное. И это будет очень хорошо работать, потому что обычные пластыри для прыщей, они не пропускают воздух, а когда прыщ заживает, довольно важно, чтобы воздух попадал в пору, в которой происходит воспаление. Я клею абсолютно на все, на заусенцы обкусанные, на всякие ранки, потому что поверх него еще можно какие-то средства антибактериальные закапывать, и это помогает отживлять. Как выглядит топ-5 средств вашей косметички? Мне год назад диагностировали такое кожное заболевание, как розация. Это абсолютно не страшное заболевание, просто у меня кожа краснеет, вспыхивает, воспаляется, и с этим можно и нужно бороться, если это беспокоит. Меня это беспокоит. Поэтому весь мой ход направлен на то, чтобы розация была поменьше и чтобы просто мне было приятно жить, так скажем. Первое средство, которым я пользуюсь, это аптечное средство, которое мне прописал врач, понятное дело, называется розомет, это просто поверхностный антибиотик, ни в коем случае не прописывайте его себе сами, только по назначению врача. Второе средство, это сыворотка с азилаиновой кислотой, потому что азилаиновая кислота, это тоже один из таких топ ингредиентов для моего состояния кожи. Остальное уже несколько более простое, это всякие увлажняющие штуки. Днем я пользуюсь кремом, который, это крем моего собственного бренда, просто увлажняющий крем, который восстанавливает защитный барьер кожи, очень помогает, справится сухостью, раздражениями и прочим. И я его сделала, я очень люблю и пользуюсь им каждый день. На ночь я пользуюсь таким кремом, называется Estee Lauder Night Wear Plus. Он для меня, ночное средство, должно выполнять ровно одну функцию, делать кожу утром лучше, чем она была вечером. Этот крем так и делает. Он здорово увлажняет, здорово успокаивает, у меня это уже вторая или третья банка, и я с огромным удовольствием им пользуюсь. Ну и если вы видите меня не в первый раз, то, скорее всего, вы знаете, что я обожаю сундущитные кремы. И я вообще очень много говорю и пишу про защиту от солнца, о том, как это важно. Не суперважно, какой именно сундущитный крем, не важно, чтобы у меня просто всегда был под рукой сундущитный крем. Не важно, какой марки, не важно, какой, конечно, здорово, если им будет приятно пользоваться. Зимой пользоваться сундущитным кремом нужно, если вы беспокоитесь за преждевременное старение кожи. Если за рак кожи нет, если за преждевременное старение, то да. Солнечное излучение делится на UVA излучение и UVB излучение. UVA излучение вызывает старение, UVB излучение вызывает ожоги рак кожи. UVB-излучение активно летом, поэтому летом мы сгораем, а UV-излучение активно круглый год, даже если на улице облачно, даже если вы сидите за стеклом, оно на вас действует Мне довольно важно это, как можно дольше сохранить свою кожу молодой и здоровой, поэтому я пользуюсь даже зимой солнцезащитным кремом, даже если я сижу в офисе Что касается декоративной косметики, я не супер фанат декоративной косметики, но я пользуюсь ей более-менее регулярно Опять же из-за того, что моя кожа красная быстро краснеет, вспыхивает, мне очень нравится вот такой CC-крем с зеленоватым немножко оттенком То есть зеленоватый оттенок, он приглушает красноту, ну просто из-за того, что красный и зеленый нейтрализуют друг друга Мне очень нравится, он не замазывает прыщи, здорово выглядит на коже, не выглядит как маска, не выглядит так, будто у вас что-то есть на коже Мне очень нравятся румяны, часто ими пользуюсь, мне нравятся кремовые румяны, эти конкретные называются nude sticks И они, насколько мне известно, не продаются в России, но у них, опять же, есть куча всяких аналогов, дорогих и недорогих Среди брендов, которые продаются в России Мне просто нравится ими немножечко на нос, на губы, на щеки и так далее Мне просто, в принципе, нравится кремовая текстура больше, чем пудра Еще мне нравится такая штука, как хайлайтер Это такое средство, которое просто подсвечивает кожу Это просто такая штука, которая приятно, красиво блестит и делает кожу более сияющей, более живой Следующее средство — это консилер Если просто на лице есть какая-то краснота или синяки под глазами Или какой-нибудь отдельный прыщ, который хочется замазать То удобнее носить с собой не банку тонального крема, а просто что-нибудь такое маленькое, удобное Чем можно быстро воспользоваться Последнее средство я его купила недавно, но у меня было много аналогов этого средства Это такая палетка со всякими пудрами Вообще всякие сияющие румяны, сияющие пудры Бронзер для того, чтобы кожа выглядела как будто бы более загорелой Опять же хайлайтер для того, чтобы кожа сияла И в общем такая маленькая универсальная штука, которую можно тоже с собой носить, если хочется На этом у меня все, спасибо за вопросы Эти вопросы, мне кажется, очень здорово отражают боли людей относительно косметики и ухода за кожей Если у вас есть еще вопросы, обязательно задавайте их мне в моем профиле на Яндекс.Знатоках Субтитры создавал DimaTorzok